Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». В Москве начало третьего, друзья, это телерадиоканал «Страна.ФМ». Программа «Лучшее в стране» в эфирной студии Роман Шахов, Валерия Майорова и наши гости. Ольга Соломатина, главный специалист управления обеспечения сохранности фондов Российской Государственной Библиотеки. Здравствуйте. И Александр Сашнин, начальник управления обеспечения сохранности фондов Российской Государственной Библиотеки. Как всё серьёзно звучит. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Я знаю, что вы сегодня пришли для того, чтобы рассказать нам о, вы знаете, вот таком грандиозном событии, практически книжный Оскар у вас намечается и с завтрашнего дня. Да, именно так. Рассказывайте. Да, с завтрашнего дня, хотя можно даже сказать, что он уже сегодня начался для некоторых наших гостей, которые участвуют в повышении квалификации. Но официальное открытие завтра в 10 часов. Что из себя представляет наш так называемый Оскар, про который вы сказали? Это ежегодный семинар для реставраторов и людей, которые связаны с этой областью, но чуть более меньшие – это реставраторы бумаги, книг и именно бумажных документов. То есть не путать с другими реставраторами. На сегодняшний день, на наш семинар, у нас приедут порядка 200 гостей. Это более чем 30 регионов Российской Федерации, да, а также гости из ближнего и дальнего зарубежья. Ближние зарубежья – это бывшие республики Советского Союза, ну а дальние зарубежья – соответственно, европейские страны. Вы знаете, я что помню про реставрацию книг, это когда вот в школе заставляли, берешь бумажечку, так вот вклеиваешь, да, а потом получается, что страницы испорчены безвозвратно, потому что этот клей, он половину текста съел. Это вандализм называется. И чем больше реставрировались эти книги, тем хуже им становилось. А я так понимаю, сама реставрация, о которой будет идти речь на вашем симпозиуме, не побоюсь этого слова, надеюсь, оно правильно уместно употреблено, она какая будет? Она как раз будет правильной, не тому, чему учили в школе. Ну расскажите, расскажите, что такое правильная реставрация? Конечно, расскажу. Ну давайте начнем с того, что реставрируем мы правильно бумажками, да, разными, но это специализированные бумаги, да, которые не позволят в дальнейшем страницам стать жесткими или еще что-то. Потом это специализированные клеи, которые используются вообще, все материалы, используемые в реставрации, это материалы обратимые. Что значит слово обратимые? Если вдруг когда-то чего-то надо будет вернуть в прежнее состояние, это можно сделать без ущерба для книги или того документа, который был отреставрирован. То есть скотч не подойдет? Ни в коем случае скотч не подойдет. Откатите опять вот этот процесс реставрации? Да, то есть как на гаджетах на современных, можно вернуться к первичным настройкам программы. А также и здесь. Вся реставрация – это тот момент, когда можно вернуться к первичному состоянию, к тому, в котором, допустим, сегодня находится книга или какой-либо документ. А я вот еще хотела уточнить. Я так понимаю, что реставрация – это, конечно же, целостность книги, да, там вот переплет, обложка. А если текст начал выцветать, если иллюстрации поблекли, можно с этим что-то сделать? Ну, это не та область реставрации. Такие, конечно, существуют в некоторых местах, но это не наш вариант. Все-таки мы сохраняем для поколений будущих то, что сохранилось. Мы не меняем и не привносим каких-либо изменений, если они не требуются конструктивно, да, для того, чтобы что-то привнести нового. Мы стараемся сохранить по максимуму из того, что до нас дошло, чтобы представление у людей в будущем именно осталось о документе в том виде, в котором он был изготовлен первично каким-то автором. То есть вот это самое главное. А дописать текст и так далее – это, опять же, не к нам, потому что мы не знаем тот текст, который пропал, какой он был до этого, что там было написано и как там, каким почерком, грубо говоря, было написано. Это нет. Есть такие мастера реконструкции. Поближе, позже. Реконструкторы, да. То есть они проводят другую работу, то есть они изучают материалы, может быть, где-то этот фрагмент, который утерян в этой книге, был процитирован, да, приведён в другом источнике. Эти люди изучают эти вещи и пытаются сконструировать, реконструировать книгу, какой она была. Но это уже не реставрация, вы понимаете? То есть это просто красивый, вновь созданный артефакт, дающий, может быть, немножечко, скорее, музейного плана Александра Анатольевича. То есть для того, чтобы пришедший человек увидел, какая эта книга была когда-то. Слушайте, но всё-таки книги — это целый мир, причём не то, что вот по содержанию, да, но и внешне. Можно её разглядывать, можно её реставрировать с ней, можно всё что угодно делать, но в хорошем смысле. Самые удивительные книги, вот с которыми вы сталкивались, может быть, те книги, которые запомнились, может быть. Я думаю, что если мы начнём сейчас перечислять, то... Ну, штучек пять. Ну, хотя бы две, да, три, пять. Ну, вот давайте скажем о таком тоже событии, которое будет после нашего как раз семинара, предвестником чего он тоже является. Это у нас открывается выставка, где главным артефактом будет Библия Гутенберга. Это очень известная книга, это одна из первых напечатанных книг, да, и там же будет представлено очень большое количество тех книг, которые инкунабулы, которые практически невозможно где-либо увидеть, я имею в виду просто так. А здесь на выставке они будут. И вот, чтобы понимание сложилось, да, вот всю эту выставку, которая откроется, мы как реставраторы осматривали и на предмет возможности выставлять эти книги. То есть позволяет ли их сохранность для того, чтобы мы их на этой выставке выставили, чтобы люди, которые придут на эту выставку, это увидели. Вот эта работа, которая проделана реставраторами, то есть все эти книги прошли через наши руки. Соответственно, перечислять все книги, которые имеются на хранение в Российской государственной библиотеке, ну, говорю, очень много времени уйдет. В один отдел рукописи, который может представлять не только самые старые книги, а вообще документы разнообразные, да, и это периодически происходит, и эти книги и документы периодически попадают в работу, если они, конечно же, требуют реставрации. Ой, а скажите, пожалуйста, а по каким параметрам вы оцениваете, да, там, бумага крошится, не крошится, к свету устойчиво, неустойчиво? Знаете, здесь очень много параметров, но один из главных все-таки, как вот мы обсуждаем, это тот момент, когда документ теряет свою возможность для своего использования. То есть читатель не может получить вот документ, как вы говорите, потому что у него, например, крошится бумага, или он не раскрывается достаточно хорошо, чтобы не наносить ему вред, или еще какие-то повреждения, может быть, биологические повреждения, химические повреждения. Вот комплекс этих повреждений, который вызывает невозможность использования документа. Тогда документ однозначно идет на реставрацию. Вот ваши коллеги у нас были и уже отвечали на этот вопрос, но я все равно еще раз его задам, а почему нельзя все отцифровать, чтобы всем все было доступно? А иногда даже нельзя сейчас некоторые документы отцифровать, потому что их физической сохранности этого не позволяет сделать. Да, потому что даже при очень современных технологиях сканирования, да, все равно есть моменты, где документ нельзя нормально сделать, чтобы получилось нормально. Но к этому стремятся и пытаются делать. Но перефотографировать, может быть, как-то вот в этом. Они от света разрушаются, там все сложно. Вообще свет, как бы, это одна из главных тоже проблем, поэтому, когда приходите в музей, да, и видите книги, и некоторые удивляются, а почему же так темно там в этом помещении, минимальное количество света, это как раз тот случай, когда документу он вредит. Александр, если книгу хранить хорошо, вот сколько лет она гарантированно проживет? Здесь зависит от материала, из которого она еще сделана. Это все-таки главный момент. Я сейчас приведу разные примеры. У нас, например, есть книга, датированная XI веком, и у нее очень хорошее состояние, но она написана на пергаменте. Да, пергамент — это такая особая выделка кожи. Соответственно, и даже на сегодняшний день эту книгу демонстрируют, она в хорошем состоянии. А книга, например, выпущенная, скажем, сразу же после революции или в период революционных действий, или же во время Великой Отечественной войны, она выпущена на низкосортной бумаге, в которой большое количество древесной массы. Эта книга будет иметь совсем плохую сохранность, потому что качество бумаги очень низкое. Как будто ее в V веке выпустили, да? Ну, нет, как раз это нет. Это просто зависит от качества бумаги. На самом деле, в V веке книг бумажных вообще не было, это так. А, допустим, книги, выпущенные на тряпичной бумаге, это начиная, скажем, там, с XV века, да, и по сегодняшний день имеют очень хорошее состояние. Друзья, у нас хорошее душевное состояние, интерес еще больше. Скоро мы вернемся к разговорам. Будьте в компании «Страна ФМ». Дамы и господа, Ольга Саламатина и Александр Сашнин в гостях у теле-радиоканала «Страна ФМ». Мы продолжаем разговоры. И вот у меня сразу рождает такой закономерный вопрос. Насколько я знаю, что на ваше мероприятие, вот это вот узко-специальное, попасть случайному человеку невозможно? Абсолютно точно. Случайному человеку, к сожалению, попасть нельзя. Хотя, с одной стороны, почему к сожалению? Это же профессиональное мероприятие. И задумывалось оно именно для реставраторов библиотечных архивных материалов. Поэтому мы ждем и приглашаем к себе только тех, кто занят либо реставрацией, либо хранителей библиотечных или архивных фондов. А насколько это распространенная профессия вот в нашей стране? Это трудно сказать, насколько распространенная. Ну, посчитайте, музеи, архивы, библиотеки. Где учат на людей такой профессии? Куда надо поступать? Вы имеете в виду реставраторов? Да. Хранителей? Ну да, это какие вузы, учебные заведения? Расскажите уж. Александру. Ну, если про обучение тут вообще единичные по стране заведения. Редкие специалисты. Да, да, это очень. И количество специалистов, которые готовятся, они тоже единичные. На самом деле, наверное, пальцев одной руки хватит для того, чтобы представить. Если мы говорим не о высшем образовании, то это вообще фактически, я бы сказал, два, наверное, учебных заведения. Это Суздальское училище. Оно подведомственное Санкт-Петербургскому университету культуры, где готовят по многим направлениям реставрации, не только бумажных специалистов, да, и училище в Москве 1905 года, где готовят реставраторов в графике. То есть, вот я бы сказал, что из училища это два заведения. А из направления высшего образования, то здесь и гуманитарный университет российский, да, и питерский университет есть. То есть, как бы, и вот, наверное, это все фактически, то есть, где готовят вот такого направления специалистов. Есть где-то, наверное, какие-то еще факультеты, о которых я могу не знать, так что простите, если кого-то не назвал. Но мы не... Я не видел специалистов просто, которые обращались бы из других там... Но если можно, здесь было бы уместно, наверное, заметить, что у нас, в нашей российской государственной библиотеке, наше управление как раз занимается еще и повышением квалификации. Вот так. Куда там все развивается, расскажите. Да, естественно. То есть, любой реставратор библиотечных материалов может повысить свою квалификацию. У нас есть программа консервации документов 160 часов, то есть, это практически месяц погружения в профессию. Человека прикрепляют к мастеру, как правило, это реставратор высшей категории, и он проходит все ступени... Учебного процесса, да. По листовой реставрации, по переплетам, после чего и превентивную консервацию. Насколько я помню, тоже... Вы же знаете, что такое превентивная консервация? Не совсем. Давайте мы покиваем головой. Ну, мне кажется, слушателям и зрителям может быть интересно, поэтому расшифруйте, пожалуйста. Превентивная консервация — это все, что связано с правилами хранения документов. Климат, вот то, о чем мы говорили, да. Влажность, свет. Влажность, свет, все правильно. И в том числе мышки, о которых говорили тоже, ну, правда, в перерыве. Да. Грызут гранит науки. Это все то, что предотвращает повреждения документов. Слушайте, а... И при аварийных ситуациях, то есть что нужно сделать в случае аварийной ситуации? То есть если вдруг книги намокли, или пожар произошел, помните, пожар в Анионе, да? Вот, собственно говоря, спасали и, ну, пытались, скажем, спасти часть фонда, в том числе и наши специалисты в Российской государственной библиотеке. А правда, что вот каждый сотрудник несет определенную ответственность за вот ряд книг, да? Вот эти книги именно этот сотрудник должен спасать. Эвакуировать. Да. Или хватаешь все подряд. Нет, ну, конечно же, в правилах определенных это есть, но сотрудники меняются, да, так же, как уходят. И, слава богу, мы никогда не сталкивались, кроме учебных таких программ с этой ситуацией. И надеемся, что никогда не столкнемся, и нам не придется этим пользоваться. Друзья, ну, тем не менее, именно благодаря этим замечательным людям рукописи и не горят. Так, я вот прям последний еще момент хотел спросить. А вот о курсе повышения квалификации. Допустим, вот в нашей профессии, да, человек может закончить, я не знаю, радиотехнический, и вдруг открыть себе в талант вот ведущего и быть ведущим. А вы на курсы повышения квалификации берете людей без специального узкого образования? Допустим, был человек, не знаю, учителем литературы, потом пошел библиотекарем, а потом вот раз, вот душа потянулась к реставрации. Ну, мы стараемся этого не делать. Конечно, они изначально продумывались для тех, кто в профессии уже каким-то образом состоялся. То есть, как минимум, хотя бы три года стажа, чтобы у человека было. То есть, после этого он свою квалификацию может повысить. Естественно, все-таки под руководством реставратора высшей категории, конечно, это, ну, важно для человека. В том плане, что он наберется мастерства. Ну, конечно, да. Ольга, смотрите, вот реставраторы высшей категории, они с кем-то сотрудничают? Им же тоже интересно учиться развиваться с химиками, может быть, люди, которые, ну, изобретают, да, что-то, что помогает сохранять книги. Вот для этого мы и проводим такие семинары. Ну, как вы себе представляете, как можно, собственно говоря, сотрудничать, как вы говорите, с разными людьми, да, высокой квалификацией в этой профессии, если их единицы. Ну, это может быть либо по электронной почте, да, каким-то образом связываться с людьми, либо все-таки живое общение, которое ничем не заменить. Вот для этого мы и проводим такой форум, он у нас уже стал ежегодным, и в этот раз мы собираемся четвертый год, следующий будет юбилейный, если все будет хорошо. И мы приглашаем людей со всей страны и из-за рубежа, как Александр Анатольевич уже нам рассказал сейчас. И там будут и химики, и биологи, и реставраторы рукописи, пергамена. То есть все флаги в гости к нам. А я еще добавлю, что они не только будут там и предоставят возможность пообщаться, да, коллегам или с коллегами, но они еще будут представлять свои работы, то бишь доклады по тем направлениям, по которым они вели работу, да, те, возможно, какие-то открытия, которые произошли при проведении работы или что-то с этим связано, и буду знакомить, соответственно, всех слушателей, которые принимают непосредственно участие с теми моментами, как они проводили работы, то есть делиться своим опытом и предоставлять возможность задать вопросы по выполнению каких-то работ. То есть это тоже своего рода маленькое повышение квалификации. Это мы про нас говорим. Ну а также вот то, что вы задали, Роман, вопрос, это про общение. Конечно же, на самом деле круг очень маленький, реставраторов, да, и круг общения настолько тесен, что вопросы задаются, они могут задаваться постоянно, да, либо банальными методами общения, там, по электронной почте или еще как-то, либо также мы тоже ездим на какие-то семинары, которые проводят другие организации, которые тоже что-то рассказывают, да. Также происходит обмен сотрудниками по мастер-классам и еще что-то. Мастер-классы – это вообще востребованное направление на семинаре, то есть когда специалисты приезжают, и они видят что-то новое из того, что рассказывает специалист более высшей категории, да, и демонстрируют какие-то новинки, которые там произошли или еще что-то, или просто демонстрируют свою работу для тех, кто первый раз с этим столкнулся. То есть вот так. Друзья, маленькая пауза, после которой мы вернемся к разговору. Если у вас есть вопросы нашим гостям, задавайте их в ВКонтакте Страна.ФМ. Дорогие друзья, мы продолжаем эту программу «Лучшие в стране» на телерадиоканале Страна.ФМ. И я вижу, что Ольга уже вот прям теребит в руках брошюру. Ольга, что это за красивая брошюра? Эта брошюра особая, она только-только вышла из типографии. Это программа нашего семинара. Я вот ее покажу нашим зрителям. Да-да-да, подольше подержите, пока там камера сфокусируется. Чтобы прочитала. Реставрация документа «Консерватизм и инновации» 2019 года. Да, все верно. Это программа нашего семинара. И буквально несколько слов скажу о тех, кто к нам приехал и кто заявлен в этой программе. В этом году у нас в гостях наш очень большой друг, замечательный человек Иван Галамбыш. Представитель Словацкого национального архива, доцент, реставратор Словацкой республики Братислава. Он в этом году был занят созданием реконструкции исламских рукописей в библиотеке, университетской библиотеке Братислава. И специально для нас выпустил такой доклад, сделал доклад «Коллекция исламских рукописей, реставрации и реконструкции». Потрясающий доклад. У него тоже свой метод, да? Вообще, вот эти методы реставрации, они есть общепринятые во всем мире? Или в каждой стране, например, они свои какие-то уникальные как-то? Безусловно, все отличается, естественно. И именно для этого мы собираемся, чтобы обсудить, услышать, понять, что-то принять. С чем-то совершенно не согласиться. Но что-то, может быть, элементарно к климату не подходит, да? Где-то влажность высокая, а где-то наоборот, поэтому... Не обращайте внимания, нет. Что-то вот интересный вопрос. Я по вашим глазам поняла, что вопрос из ряда вон, поэтому идем дальше. Ну, если можно, да, я еще несколько фамилий назову для нас важных, потому что этих людей мы ждали, они для нас специально писали доклады. Приезжает из Еревана, из Института древних рукописей имени Маштатца. Из Матинодорана, знаменитого Матинодорана, Гайане Ильязян. Она руководитель отдела реставрации, очень известный человек, замечательный реставратор. Она расскажет о координации деятельности реставратора и кодеколога. А что это такое? Кодеколог — это тот, кто с текстами занимается. То есть расшифровывает тексты древних рукописей. Да, расшифровывает написание текстов и так далее. Соответственно, реставратор должен понимать, что он делает, чтобы не получилось так, чтобы... А в лишней букве кодеколога здесь слово, например, такое-то, да? И ищем его. Ну, рукописи, во-первых, могут быть и в разобранном состоянии. То есть их еще надо собрать правильно на странице, понимаете? Например, кто с этим справится как не кодеколог? Он прочитает и порядок текста восстановит. Соответственно, реставратор дальше уже... Ой, а можно про умные слова? Вот раз уже зашла речь, да, у нас сегодня в анонсе было заявлено, что вы нам расскажете, что такое каптал. Что это такое? Это бы надо продемонстрировать. Это такой защитный элемент книги, который находится между корешком и блоком. Снизу и сверху. Тряпочка такая. Это тряпочка, правильно. Это та самая тряпочка, которая выполняет вот эти защитные функции. Амортизация какая-то что-то делать? Нет, это, во-первых, как бы... На разрыв? Нет, нет, разрыв нет. Блок сшивается изначально, то есть если мы говорим о старых технологиях, то блок сшивался вручную. Это для предотвращения попадания пыли, соответственно, чтобы туда не попадало под корешок, да. Ну и, соответственно, скрепляющую функцию вот этих нижних и верхних частей блока. То есть так же выполняет. Он стягивающую такую функцию выполняет. Поэтому вот такой элемент. Есть очень красивые капталы, особенно на старых книгах, потому что всё это изготавливалось вручную. Это не как сегодня, когда идёт готовая лента, да. А изготавливалось вручную из цветных нитей разнообразных. То есть каждый мастер имел свою технологию. Каждые капталы даже по производству технологии в зависимости от стран отличаются друг от друга. Есть разнообразные технологии, по которым это происходит. Вот один из мастер-классов, который у нас как раз заявлен, это изготовление капталов был. То есть здесь многообразие очень большое. Но это в основном на больших и старых книгах. На сегодняшних современных используется изготовленный промышленным способом капталы. Но всё равно это так интересно, какая-то такая историческая часть, да, что ты знающий человек, обнаружив книгу, он сразу поймёт, откуда она. Да, конечно. Это один из элементов, который может подтвердить, откуда. Составляющих много на самом деле, да, но это один из элементов. Так, вернёмся к Ольге. Да, да, Ольга. Что ещё в вашей волшебной книжке? Мы говорили о том, что заявлен был мастер-класс по капталам. Его должны были показать наши коллеги из Грузии, из Национального архива Грузии Лея Сихрулидзе. Но, к сожалению, она не смогла приехать к нам, поэтому эта тема немножечко отложилась на следующий год. Но мы обязательно к ней вернёмся, потому что интерес большой. Интерес большой. И каптал, кроме того, ещё и играет важную декоративную функцию в книге. Правильно подобранный каптал – это красиво. Поэтому, да. А сколько дней у вас будет длиться мероприятие? Вообще, самая середина, самая сердцевина нашего семинара – это три дня – 9, 10, 11 апреля. Но мы добавили ещё два дня – день до и день после. День до у нас занимаются те специалисты, которые приехали повышать свою квалификацию. Вот как раз на краткосрочных курсах повышения квалификации. У нас их два. Восполнение утрат руинированных документов и превентивная консервация документов. А последний день, 12 числа, у нас запланированы замечательные экскурсии. Две экскурсии. Да, одна экскурсия по российской государственной библиотеке. Ну, куда без неё, согласитесь? Конечно. А мы знаем, что там очень интересно. Хочется показать и наши сокровища, и то, как у нас всё устроено. И, собственно говоря, за этим люди и едут. Это одна из просьб участников включить это в программу. И вторая экскурсия – это посещение фабрики по нейтрализации кислотности бумаги. Ничего себе! Такое бывает. Да, уже теперь у нас есть. Мы говорили про бумагу, которая низкого качества. Ой, а знаете, вы ещё так интересно сказали, что будут доклады по поводу того, какие новые научные открытия сделаны. Вот, допустим, за 2018, начало 2019 года, что открыли такого, чего вы не знали до этого? Какие-то технологии, может быть, усовершенствовали? Ну, вопрос не то, что слово на засыпку, а и прямо в точку можно сказать. На самом деле, наша отрасль настолько консервативна в этом вопросе, что любое новшество или какое-то изменение, оно проходит апробацию не один день. Цена ошибки высока. Да, потому что цена ошибки высока. И как я начинал в преддверии говорить, да, главное всё-таки появление какого-либо нового элемента, оно должно быть, во-первых, чтобы обратимые процессы, но вот возьмём клеи. Например, мы до сих пор работаем с такими видами клеёв, как осетровый, мздровый, то есть то, что производилось. Всё-таки большинство, если мы берём по материалам, да, за исключением, может быть, некоторых, это материалы, которые производились в то же время, и технологические их производства по тому времени составляют, и использование примерно такое же. То есть чтобы документ, который реставрируется, и его реставрация была именно аутентична тем материалам, которые применялись тогда. То есть новшеств на самом деле мало. Но всё равно появляются какие-то элементы, о которых как раз вот и пытаются рассказать. Это может быть даже не материалы, а просто процессы. То есть где-то какая-то там новиночка появилась с точки зрения, что вот это может быть удобнее так делать или ещё что-то. Если раньше, например, большинство, ну, это такой простой пример для читателей, чтобы было понятно. Если раньше бумагу, допустим, реставрировали внахлёст, вот как вы помните, Валерия, рассказывали, как вы клеились сверху. Да, я столько учебников поклеила. То сейчас такого практически нет. Если это не происходит, там, допустим, когда доливают бумажную массу, то всё-таки сейчас в большинстве случаев документ реставрируется, восполняется утрата в стык. То есть практически, когда документ отреставрирован бумажный, вы не видите никаких элементов. У вас всё ровно, всё одинаково, то есть практически идентично. Да, Лерка, устарела ты со своим скотчем. Друзья, мы продолжим общаться, будьте в компании «Страна ФМ». Дамы и господа, Ольга Соломатина, Александр Сашнин. В гостях у телерадиоканала «Страна ФМ» мы продолжаем говорить о книгах. Слушайте, ну такой вот прям целый мир заманчивый. Я хочу спросить, ну человек с улицы, я не знаю, например, я, ну или Роман, Роман, он более спокойный. Да, мы с улицы, да. Можем ли мы всё-таки войти вот в эту вот закрытую высокую касту людей, которые занимаются реставрацией? Я думаю, что да, но при определённых всё-таки условиях. Давайте. Если человек целеустремлён, да, и вот как вы сейчас с таким уверенным настроением это говорите, то да, скорее всего, наверное, можете. Но всё-таки вам бы задали бы, если бы... А куда пойти-то вообще? Ну, у нас тоже есть, вот, кстати, курсы для новичков. Скажем, да, где можно попробовать. Есть ряд просто мастер-классов, которые организовывают, там, разнообразные организации. Там они тоже короткосрочные, небольшие, где можно попытать свои силы. Очень много таких мастер-классов и для детей, и для родителей у нас в библиотеке проводятся. То есть где можно прийти, например, под управлением мастера попробовать сделать переплёт или ремонт книги какой-то такой простой, то есть увидеть. Но если вот профессионально об этом говорить, то раньше бы вам задали бы ряд вопросов, да? Я имею в виду раньше, когда это всё происходило. Один из вопросов, который задавался обычно вновь пришедшим мастерам у нас, это такой вопрос. А вы умеете вязать? Если вы умеете вязать, то практически вы прошли половину тестирования из того, что вы... Я не умею. Нет, Роман, а я вот говорю, у меня же есть потрясающая история, как всегда, на любой повод. У меня есть история про шарф, который я вязала крючком. Он был длинный, некрасивый, но я впадала в какое-то, знаете, медитативное состояние, когда я вывязывала эти петли. Мне кажется, что это меня как-то даже уравновешило и успокаивало. Но вообще я человек, как вы видите, такой. Не знаю, способна ли я на усидчивость. У вас, может быть, психологические тесты какие-то по определению предрасположенности есть? Ну вот это как раз вопрос-то и был фактически из психологического теста, да, то есть который определяет сразу, насколько усидчивый человек, да, насколько он способен к долгосрочной рутинной работе. То есть все вот в комплексе одного вопроса. Ряд других вопросов еще можно задать, которые с этим связаны, но это уже более специфичное. А первичный вот такой. Вот реставраторы – это сосредоточенные опытные люди. Они работают в тишине или, например, они могут включить страну FM, фончиком, так сказать, как это вообще происходит? Вот здесь ситуация очень интересная. Ну-ка, расскажите. Если про массовое, да, мы говорим, то есть когда несколько человек сидит в одном кабинете, то, конечно же, страну FM может человек включить, но только себе в наушниках, да, то есть на все помещение, конечно же, нет. Потому что здесь все-таки больше сосредоточенность. Средоточенность. Кто-то слушает книги, кто-то слушает музыку, кто-то еще что-то. Кто-то просто работает в тишине, да. Но громко практически никто не слушает ничего. Но вообще-то, говорят, книги любят тишину. Тишина должна быть. Библиотеки. Это один из вопросов. Наверное, это складывается везде. Слушайте, как мы хорошо душевно с вами пообщались. У нас остается 30 секунд. И за 30 секунд я успею задать свой вопрос, который прямо с самого начала меня гложет. Вот Библия Гутенберга, да, выставка будет совсем скоро. Скажите, пожалуйста, а вот стоимость такой книги, она хоть примерная. Меркантильная-то какая-то. Это же драгоценность. Я вам приведу такой маленький пример, да. Я последний аукцион сейчас на память уже точно не помню. Но стоимость одного листа, вот, грубо говоря, по последним аукционам, это 80 тысяч долларов. Одного листа? Да. Вау. Да, ну я так думаю, что порядка от 25 миллионов долларов за книгу. Вот на этой? Их в мире всего лишь 47 штук осталось. Вот на этой вот ноте, когда всем захотелось прийти, кстати, какого числа выставка откроется? 16 апреля. 16 апреля. Все вставайте в очередь и вы увидите огромную, вот, огромную драгоценность, так не говорят, но, в общем, большую драгоценность. Это будет Библия Гутенберга. Начало нового времени. Дорогие друзья, Ольга Соломатина, Александр Сашнин были в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Читайте хорошие книги и бережно к ним относитесь. Ну, а мы с вами прощаемся до завтра. Роман Шахов. Валерия Майорова. Пока-пока. Всем счастливо. Лучшее в стране. Спасибо.